В российском городе мигранты жестоко избили двух женщин от Викторинбурга, 20-летняя девушка ехала в автобусе, напали на нее мигранты, там стали давать подзатыльники, приставать нагло, она позвонила матери, мать пришла ее встречать, но они обеих избили, мать в тяжелом состоянии в больнице, но вот возбудили дело по средней степени вреда здоровью причинения, раньше это менее тяжкие называлось, почему по средней степени, понятно, потому что заключение должно быть судебно-медицинской экспертизы, пока она не выздоровела, такого заключения не будет, и поэтому, значит, вот их сейчас за средний вред здоровью одного привлекли, 17-летнего, то есть его не привлекли, его сдержали, почему я объясняю, ну потому что в этой толпе он был один несовершеннолетний, поэтому говорят, слушай, тебе все равно много не дадут, бери все на себя, а остальные не трогали, и полиция идет на поводу, почему идет на поводу, потому что диаспора уже подключилась, уже отслюнявили всем, все нормально, и сейчас вот по матери будет определенный результат, да, я не удивлюсь, если в результате действия диаспоры окажется, что она получила побои, да, например, то, что судмедэкспертиза не поставит какой-то серьезный вред здоровью, я абсолютно это не удивлюсь, ну, я никому ничего не хочу подсказывать, ну, я бы на их месте такое сделал элементарно, да, совершенно спокойно, да, поэтому, так как законов у нас нет в стране, да, действует правило, как Володин сказал, ну, я помню, я двух детей взрослых, да, предпринимателя одного не пытались, девушку изнасиловал, немножко подмолодил, так, одному нос сломал, одному ребра, и так и далее, ну, и что, ну, побои, побои, как побои, то он им все переломал, вот так бывает, случается, что побои, в общем, было смешно тогда, но они написали заявление, они угрожали мне пистолетом, а потом говорят, а у нас не было пистолета, я говорю, а я тогда их не бил, извините, Так что, вот такие пироги, понимаете, то есть, мигранты сильно распоясались, но это было всегда, да, их в огромном количестве начали завозить, и мы понимаем, что кого не сдерживают внутренние ограничители, да, эти внутренние ограничители внушают уважение людям, да, это внутренняя наша культура и так далее, Ну, кого они не сдерживают, того должны сдерживать внешние ограничители, которые внушают страх, то есть, какие могут быть внешние ограничители? Ну, прежде всего, неотвратимость наказания, то есть, те люди, которые совершают такие преступления, должны знать, что они понесут наказание, А если они знают, что сейчас вот там порешают с этими, порешают с теми, там будут побои, 17-летним вообще ничего за это не сделают, то что им переживать-то? Ну, это путинская система. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на двух женщин в Екатеринбурге. И Бастрыкин, кстати, очень здорово, почему-то заточен насчет мигрантов, что-то у них какие-то там нескладушки внутри их системы. Бастрыкин очень периодически, он пытается, значит, на этих мигрантов наехать. Помните, на следователя, на одного своего, он даже наезжал, сказал, что таких раньше в Петербург не пускали и так далее. То есть, он такой корешок, да, необычный для путинской системы. Ну, у них свои мыши у всех в голове. Вооруженный ножом мигрант напал на российских полицейских, подозреваемых в краже. Да, ну, в общем-то, обезвредить удалось и доставить в отделение. Ну, полицейские, в общем-то, я там не был, я не знаю, может, они просто наврали, что он там с ножом на них нападал. Но если он действительно нападал на них с ножом, они его обезвредили и притащили в отделение, то это смелые ребята. И вот уроженец Таджикистан на них напал. Ну, нам постоянно говорят, что таджиков теперь меньше стало, а теперь стало больше узбеков, а, соответственно, преступность будет меньше. Ну, какая разница? Мигранты все вместе дают более 80%, это по официальной статистике. По официальной статистике это около 90%, 89% там с копейками, да, при всех преступлениях. Ну, представьте, убери, мигрантов и преступлений из 10, 9 не будет. Просто, ну, элементарно, как криминолог, да. Какие рекомендации для снижения преступности? Миграцию ограничьте и все, 9 из 10 преступлений не будет. Вы можете ограничить мигрантов? Нет, мы не можем. Давайте с вами посчитаем, сколько стоит преступления и сколько стоит деятельность мигрантов. Какая от них польза? Такая же польза, как убытки от преступности? Да нет, конечно. Так а о чем тогда вообще говорить? Поскольку преступление несет еще и другие убытки, да. Оно влияет на самодетерминацию преступности. Преступление усиливает преступность. Это особенность криминологическая, парадокс. Продолжение следует...